В эфире телекомпании Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одессе появился комитет действия против Жуликова-Варов, инициатором которого выступил Михаил Саакашвили. Саша Боровик против Геннадия Труханова. Заявление кандидата о массовых нарушениях в ходе выборов рассматривает административный суд. Второй международный конкурс молодых исполнителей «Золотой саксофон Одессы» стартовал. А теперь об этих и других событиях подробнее. Команда Михаила Саакашвили начала наступление на Геннадия Труханова. Саша Боровик подал иск в окружной административный суд. Кандидат в мэры требует признать недействительными выборы в Суворовском районе. В среду перед началом заседания у здания окружного административного суда на 6-й станции Фонтана собрались сторонники обоих политических оппонентов. Дело обошлось без драки, хотя милиции было не так много, чтобы помешать столкновению. Очевидно, политики дали указания митингующим соблюдать внешние правила приличия, чтобы избежать обвинений в организации массовых беспорядков. Группа поддержки Геннадия Труханова, более эмоциональная и шумная, расположилась ближе ко входу. Геннадий Труханов перед своими избирателями не появился, хотя мог бы лично выразить благодарность тем одесситам, которые еще доверяют его делам. Саша Боровик поступил как прагматичный западный политик. Учитывая ситуацию, он сам возглавил акцию протеста в свою поддержку. Очень много документов, которые сфальсифицированы. У нас есть видеоматериалы подбросов бюллетеней. Я говорю еще раз, что здесь вот эту ситуацию решает 5000 голосов, и с нашей точки зрения он их украл. В зале суда главные действующие лица процесса – Саша Боровик, председатель горы Сбиркома и Геннадий Труханов – не присутствовали. Их представляли адвокаты. Сторона Боровика обвиняет комиссии Саворовского района в многочисленных нарушениях. Вообще речь идет обо всех, но конкретно в которых обнаружены правонарушения и конкретные неточности в протоколах, которые принимала районная комиссия, это около 40. В исковом заявлении ИСА обвинения и требования сформулированы следующим образом. Экстренная сессия горсовета успела представить нового старого мера еще до начала судебного процесса. Здесь команда Саакошвилия-Боровика опоздала с подачи ИСКО. Доверена особа позыва просить забезпечити позов шляхом заборони официального оголошения та оприлюднення постанови номер 245 про визнання обранного Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонидовича від 27.10.2015 року та постанови номер 246 про реестрацию Труханова Геннадія Леонидовича Одеським міським головою від 27.10.2015 року. Судьи лишь потребовали у представителя горсовета показать газету «Одесский вестник», где накануне сессии должны были опубликовать решение городской избирательной комиссии. У ответчиков газеты не оказалось. И тут суд почему-то объявил перерыв, чтобы адвокат Труханова мог найти это недостающее оправдание. Газету нашли, но напечатана она была тиражом всего в тысячу экземпляров. Формально закон исполнен. Фактически это значит, что решение городсбиркома об избрании Геннадия Труханова мэром в миллионном городе не было обнародовано. Кроме того, неизвестно, когда была напечатана газета до или после сессии. В зал суда ее принесли часам к восьми вечера. Если газету печатали на скорую руку во второй половине дня, то объявление Труханова мэром на сессии незаконно. Как ни странно, адвокаты Боровика на это внимание не обратили. Исковое заявление о запрете объявления Геннадия Труханова избранным городским головой суд не внулетворил. После этого сторона Боровика подала уточненный административный иск о множественных нарушениях в работе участковых комиссий и Суворовской районной избирательной комиссии. Заседание суда закончилось глубокой ночью. Второй иск о пересмотре итогов голосования в Суворовском районе лишь начали рассматривать по сути. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ. Пока в мэрии празднуют победу на выборах и собираются на скороспелые сессии, губернатор Михаил Саакашвили не оставляет надежд на то, что удастся еще повернуть колесо времени вспять. То есть сделать все, чтобы результаты местных выборов были признаны недействительными. Общие собрания на Троицкой 43 стали практически традицией. Накануне вечером здесь снова собирались те, кто продолжает считать результаты минувших выборов в органы местной власти с фальсифицированными. В первую очередь, конечно, Михаил Саакашвили, который и стал одним из инициаторов развернутой в городе кампании о признании выборов недействительными. По его словам, он сразу почувствовал что-то недоброе уже в самом начале предвыборной гонки, когда вся агитация шла почему-то в пользу лишь одного кандидата в мэры и его политсилы. Когда как у одного кандидата было все это, не просто их допускали, им разрешали там раздавать подарки, прямо давать указания, давать инструкции. В общем, мы в 2015 году провели выборы в лучших старых советских и постсоветских коррумпированных олигархических традициях. Чем я вас и поздравляю, это действительно позор для всех нас. Смолчать и проглотить? Собравшиеся люди, которые все без исключения были настроены негативно по отношению к нынешней мэрии, делились собственными мнениями о прошедшей кампании. Вот эта девушка из Донецка поделилась своими впечатлениями от выборов по-одесски. Говорит, что ощутила нечто похожее на дежавю. Все те, кто жил в моем родном городе, почему-то думали, что сложится как обычно. И опустили руки, и не вышли тогда, когда нужно было выйти. Сейчас это трагедия каждого. И это может рухнуть и здесь, здесь, в Одессе. Вы сегодня власть в городе, вы представляете милицию, вы представляете прокуратуру. Я лично, я ночью находился на 233-м участке, где был вброс, видео с этого вброса. Почему все эти люди до сих пор находятся на свободе? Почему ваша милиция их не задерживает? Почему не допрашивает? Почему не выясняет, кто заказчик, кто исполнитель? Это все можно выяснить. Извините, пожалуйста. Я хочу сообщить, ответить. Просто не было информации. Прокуратура обратилась в суд на то, чтобы изъять все протоколы. Во-первых, потому что в прошлый раз они сожгли все бюллетени в течение трех дней. Чтобы этого не было, они сейчас изымают, во-первых. Во-вторых, они возбуждают уголовное дело по тем 80-ти протоколам за подделку, за фальсификацию выборов, которые я вчера показывал. Сергей Гуцалюк, активист Евромайдана, который, как известно, не являлся симпатиком Боровика, тоже пришел поделиться своим мнением. Я считаю, что криминал рвется до влады в Одессе. Их вообще не нужно было давать им возможности баллотоваться. Вот это их партия, партия, которая называется «Доверяй делам», а это никак не делам, а понтам. Через то, что все, что они рекламовали, это делается за наш с вами рахунок, за бюджетный кошт. А они себе это приписывают. Это жулики, шахраи, пройдисвиты и путинские посипаки. Выступали многие, мнение же было общим. Справедливость надо отстаивать. В результате решили создать комитет действия, чья главная цель – следить за действиями нынешней мэрии. Записаться в него могли все желающие активы. Новосозданные общественные организации «Живечерни» по предложению губернатора будет с ним встречаться и обмениваться информацией. Прокуратура зарегистрировала 59 уголовных производств, связанных с нарушением предвыборного законодательства. Из них 10 за последние несколько дней. В том числе и заявленных вчера председателем Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили 80 протоколов участковых комиссий, которые подтверждают наличие фальсификации. При службе ведомства говорят, информация о нарушениях избирательного законодательства поступает к ним давно. Зареєстровано близко 60 криминальных впроваджений, поведенных с выборами, а именно 59. До этого неделя уже зареєстровано 10 криминальных впроваджений. В среду Михаил Саакашвили сообщил, что обладает копиями 80 протоколов, которые подтверждают наличие фальсификаций. Во многих есть исправление напротив фамилии Геннадия Труханова. Глава Одесского ОГА заявил, что подобные фальсификации применялись во времена бывшего украинского политика Виктора Януковича. Кроме того, органы внутренних дел осуществляют досудебное расследование по факту изготовления внешнепохожих на бюллетени, документов и подбрасывания их при подсчете голосов. Начато уголовное производство и по факту исправления членами избирательной комиссии количество показателей в протоколах подсчета голосов. Продолжается расследование уголовного производства по факту заполнения членами двух избирательных комиссий уточненных протоколов непосредственно в холле комиссии. Досудовое расследование в этих криминальных проведениях продолжает и проводятся следственные действия. На жаль, тайны все следственные действия я не могу комментировать, но в рамках досудового расследования таких проведений предположено, что возможно будет выучаться документация, связанная с выборами. Ход расследования в указанных уголовных процессах находится на контроле прокуратуры Одесской области. В Одессе перевернулась маршрутка. В салоне находилось 20 человек. 10 из них получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает интернет-портал хроника.инфо. ДТП произошло в среду вечером в районе 13-й станции Большого Фонтана. Не исключено, что виновник аварии – водитель маршрутки. В медучреждение обратились шестеро пострадавших. В какой-то момент автобус съехал с проезжей части и, упав в кювет, перевернулся. От дальнейшего скатывания по склону маршрутку удержали ветви деревьев. Возможная причина ДТП – невнимательность шофера. Люди выбирались из автобуса через отверстие окон, предварительно выбив из них стекла. Ведется следствие. Правоохранителям предстоит установить точную причину происшествия. Рисковали своей жизнью сегодня пассажиры троллейбуса на первой станции Люздорской дороги. Машина загорелась прямо на маршруте. Троллейбус 10 маршрута застрял на перекрестке, перегородив трамвайные пути. Двери еще открывались, и все пассажиры успели выйти, не отравившись угарным газом. О причине данной аварии коммунальное предприятие «Одессгорэлектротранс» не сообщает. Но и так известно, что техническое состояние трамваев и троллейбусов далеко от безопасного. И поэтому горят они регулярно. Дело бывшего начальника городской милиции будет рассматривать Беляевский районный суд. Туда прокуратура Одесской области направила обвинительное заключение. Об этом сообщает сайт военной прокуратуры Южного региона Украины. Олегу Макухе и его пособнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По решению следственного судьи подраздеваемых содержат под стражей. В ходе досудебного расследования наложен арест на их имущество, в том числе две квартиры в Киеве и Мариуполе, а также два автомобиля. Напомним, Олег Макуха заступил на должность главного милиционера города 1 июля этого года. И уже в августе попался на крупные взятки. По информации Генпрокуратуры, за решение корпоративного конфликта он потребовал 20 тысяч долларов, большую часть из которых успел присвоить. За совершенное сообщникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией. В Одессе обсудили перспективы трудоустройства воинов, участников антитеррористической операции. Опыт, накопленный солдатами и офицерами в зоне АТО, можно применить в гражданском строительстве. Как? Об этом шла речь на всеукраинской научно-практической конференции «Реформирование публичного управления. Теория, практика, международный опыт». После начала АТО на фронт поехали люди самых разных специальностей. Педагоги, врачи, шоферы. Для них это был, увы, шокирующий опыт. Вырванные из мирной жизни люди стали саперами, снайперами, механиками-водителями, пулеметчиками. А возвращаясь домой, они также думают, чем теперь заниматься в мирной жизни. Как применить наработанные военные навыки в гражданских специальностях. Эксперты гражданской специальности отмечают. Очень важно сделать так, чтобы фронтовики, ходившие на грани жизни и смерти, смогли применить свои приобретенные навыки в мирной жизни. «Зараз нагальна потреба в змінах. Ми зараз говоримо про децентралізацію, вже навіть зараз про реформи децентралізації, але у той же час, хоч ми беремо за приклад польского, вважають, що це хороший приклад, в той час Польща була в трошки інша ситуація, у них не було такого розподілу критичного, як у нас зараз є. Тому, з одного боку, брати досвід – це правильно, але враховувати, що все-таки дещо умови інші, не надто захоплюватися, щоб когось працювало, а не факт, що в нас працює. Тут в цьому треба бути обережним, я б сказав. Ученые утверждають, необхідно внедрять опыта воина в АТО в мирную жизнь. Хоч я не є професійний військовослужбовець, а викладач филологічного світа, але батько в мене військовослужбовець, полковник військової академії зараз викладає, але теж він з таким гуманітарним ухилом іноземной мови. Так сталося, що я ніби не планував ніякої кар'єрі військовослужбовця, але через мобілізацію без проблем вирішив, пішов, рік відслужив, і хоч це якийсь досвід складний в чомусь, не все приємно згадувати, але в чомусь це і корисний досвід. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Второй международний конкурс молодых исполнителей «Золотой саксофон Одессы» стартовал. Участники – гости со всего мира – США, России, Испании, Италии, Украины и даже Таиланда. На первой пресс-конференции членов жюри конкурса побывала наша съемочная група. В конкурсе принимает участие 36 музыкантов из 10 стран мира. Жюри также международное. Саксофонисты из Бельгии, Австрии, Таиланда, Украины, России в пятницу и субботу в школе Столярского пройдут отборочные туры. Для этого конкурса специальное произведение написал наш друг, итальянский композитор Роберто Марина. И это произведение будет впервые звучать на галоконцерте 2 ноября. Конкурс проходит в трех возрастных категориях – до 13, до 17 и до 25 лет. Самой юной участнице, гостю из России Анастасии Расказовой, всего 8 лет. Сегодня я очень рад, что услышу выступления музыкантов разного возраста. От самых-самых молодых. Я думаю, этот конкурс дает возможности открыть очень много новых талантов, которых ожидает великолепное будущее на мировых сценах. Единственный одессит на конкурсе – 11-летний ученик школы Столярского Феодосий Медведенко. Он в самой младшей группе. Мне 11 лет, и я играю в это уже два года. Я занимаюсь дома полтора-два часа. В школе с учительницей могу по три заниматься, четыре. Барт и Нелли приехали из Бельгии. Говорят, конкурс – хорошая возможность показать себя. Не так много подобных конкурсов. Не то, чтобы их были сотни. А мы думаем, у нас есть шансы на победу. Поэтому мы и приехали. Думаю, все хотели бы победить. Я хочу постараться забыть о конкурсе и сосредоточиться на игре. Мысли о состязании могут быть иногда слишком стрессовыми. Надо оставить это позади и наслаждаться выступлением на сцене. А в завершении на одной сцене сыграли участники и члены жюри конкурса. Дирижер – председатель жюри. Это все новости на сегодня. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Ну а мне остается пожелать вам только хороших новостей. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Всего доброго. До следующей встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 30 октября в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 тепла, днем 8-10 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok